На библейский портал «Экзегет» пришел вопрос, почему неприемлема нецензурная брань? У апостола Павла есть такие слова в послании к римлянам. Горта них открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагубы на путях их, они не знают пути мира. Кажется, что можно употреблять нецензурную брань и не делать ничего остального. Это не так. Нецензурная брань — это выражение того, что в духе человека. Вот вы знаете, святые отцы называют человека словесным творением Божиим. Возможность слова, вот эта похожесть на Бога, то, что еще называется образом подобием Божиим, отличает человека от других творений, других животных. Словесные овцы стада Христова. И вот этот дар слова, как причастность к Божеству, умение творить слово, этот дар может быть направлен в разные стороны. Так вот, к Богу это в одну сторону, а матершина — это в противоположную сторону. Человек, который любит молитву, он никогда не будет нецензурно ругаться. Никогда. Потому что вот эта матерная ругань, она убивает в устах человека молитву. Это практика. Каждый человек, молящийся, это знает. Поэтому молящийся человек не будет ругаться. Человек, привыкающий к бранным словам, сказано в книге «Премудрости Иисуса сына Сирахова», во все дни свои не научится. Не то, что входит в уста осквернять человека, но что выходит из уст оскверняет человека. То есть эти слова, которые выходят, они могут осквернять человека, а не оскверняют его. К сожалению, сейчас мы видим, что вот та часть нашего российского общества, которая составляет его культурную элиту, и которая раньше держала эту марку и не ругалась, и чем сильно очень отличалась от других, скажем так, сословий, сейчас берет это себе в употребление. Это беда. Это беда, потому что это просто свидетельство чего. Добрый человек из сердца своего, из доброго сокровища сердца выносит доброе, а злой из злого сокровища своего выносит злое. Вот что на устах у человека, это просто свидетельство, что у него на сердце. А потом матерняя брань имеет определенный смысл. Вы знаете, когда я служил в армии, у меня был такой очень интересный эпизод. Там ругались абсолютно все. Офицеры, прапорщики, сержанты, рядовые ругались все. То есть они не ругались, они разговаривали на этом языке, вставляя туда некоторые русские слова, скажем вот так вот. И со мной служил два человека в учебной части. Один был такой огромный западенец, мы его называли Бендера. Тогда мы не знали какое-то страшное слово. Крепкий, сильный, такой могучий человек, который все время ругался. И к нам перевели небольшого роста, достаточно щуплого азербайджанца. И вот совершенно без всякой задней мысли этот украинец выругался по матушке в разговоре с этим Фариком. Фарик или Фадик его звали, я не помню. И тот бросился на него с кулаками в каком-то в гневе страшном. Не смей трогать мою мать. Что ты, я не хотел тебя обидеть, хотя скрутил его, прижал. Ты что, я тебя не обижал. Нет, ты поносишь мою мать. Понимаете, ведь мы забыли, что это значит. А это величайшее оскорбление человека. И вот это распространенное ругань, если его перевести на русский, я изнасиловал твою маму. Простите меня. Что еще надо сказать мужчине, чтобы тяжелее его оскорбить? Поэтому у всего этого есть смысл. Вот как, начиная с святителя Кирилла Иерусалимского, в его толковании на псалмы, он говорит, что даже если ты читаешь псалмы и не весь их смысл понимаешь, то бесы понимают весь их смысл, и они от тебя отходят. Они не могут к тебе приблизиться. Точно так же и вот эта матерная ругань. Если ты даже не понимаешь ее смысла, то демон ее смысл понимают, и они входят в обладание человеком, который это говорит. Поэтому мы, христиане, мы должны быть чистыми устами, возносим хвалу Богу. Как сказано в Священном Писании, не может из одного источника исходить и сладкая вода, и горькая. Если мы материмся, как будет из наших уст исходить разговор с Богом? Это невозможно. Поэтому мы, конечно, должны держать свои уста в чистоте от этого. Ни в коем случае. Я помню очень интересный рассказ. Сейчас, к сожалению, я забыл, о ком конкретно идет речь. Во время строительства Беломор-канала, такой первой большой стройки, которую дали контролировать НКВД, это был такой пробный шар Сталина, туда попало очень большое число интеллигенции. И вот попал один какой-то известный ученый, с большим именем очень, профессор. И его жене удалось добиться пересмотра дела и освобождения. Через Пешкову, через, не помню, как назывался этот комитет, в котором еще Крупская тоже была одним из главных действующих лиц. Вот такие показательные освобождения, их несколько всегда было, для того, чтобы сказать, вот нет, мы разбрались, видите, и когда мы понимаем, что мы неправы, мы освободили человека. Ей это удалось. Вот она приехала на строительство Беломор-канала с этими бумагами, а сотрудники НКВД пришли в бешенство от того, что кого-то у них из рук могут вырвать. Они боятся, что это станет массово, и поэтому они ей не помогают. Они говорят, иди ищи, вон он там строит где-то. Вот такой-то участок, два километра, и вот два километра, где как муравьи, люди в одинаковых ватниках, штанах, сапогах и шапках, кто-то копает, кто-то стучит киркой, кто-то возит землю на тележке, но все одинаковые, все небритые. И вот она идет и молится, как мне его найти. А кругом стоит жуткий совершенно мат, страшный мат стоит кругом. И вдруг она услышит такой практический ответ на свою молитву. Любезнейший, не будете ли вы так добры передать мне вот этот конец бревна? Она понимает, это мой муж, потому что он никогда не ругается. И даже в этой ситуации она подходит, узнает его, забирает и увозит. Понимаете, поэтому Господь помогает тем, кто борется с этой гадостью, не пускает ее в свои уста. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. КОНЕЦ Продолжение следует...